Вы в курсе, что в Краснодарском крае 428 сирот получили собственное жилье в уходящем году? На приобретение квартир городам и районам из федерального и краевого бюджетов было выделено без малого полмиллиона рублей. Здравствуйте, я Инга Габеши и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. В последний месяц года мы говорим о результатах деятельности как самих чиновников, так и о достижениях в различных отраслях курорта. Сегодня подведем итоги работы Управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи, а также спросим у начальника управления, сколько сирот в этом году обрели крышу над головой в городе Сочи. Гость нашей студии Нона Кардава. Здравствуйте, Нона Григорьевна. Насущный и всегда актуальный вопрос, это, как известно, жилищный вопрос. Так, скольких детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году обеспечили жильем в городе Сочи? Ну, дело в том, что проблема обеспечения жилья в городе Сочи достаточно сложная. У нас в год выделяется чуть больше миллиона рублей на приобретение жилья. И требования к приобретенному жилью достаточно высокие. Это должна быть квартира в 33 квадратных метра, с полным ремонтом и со всеми, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому у нас, к сожалению, было проведено несколько торгов. У нас департамент имущественных отношений занимается этим. И несколько раз выставляли на торги, в общем-то, это техническое задание. И, к сожалению, у нас местных здесь, желающих продать жилье, не было. Поэтому в этом году приобретена одна квартира. Вообще деньги выделялись на две. Приобретена одна квартира в Абширонском районе. Вот вчера буквально мы получили сведения о том, какая это квартира, что она уже передана в муниципальную собственность. И с сегодняшнего дня мы уже будем слать извещения тем детям, которые стоят у нас на очереди. На сегодняшний день у нас 90 человек на очереди. Несмотря на то, что в прошлом году 92 квартиры были выданы. Конечно, наплыв у нас достаточно серьезный и большой. Мы эту проблему стараемся решить. Ведутся переговоры и с краем, и на разных уровнях поднимается этот вопрос. Буквально в пятницу будет рассматриваться вопрос у нас в городском собрании по этому поводу. И, скорее всего, город будет обращаться с просьбами об изменении формы или методики расчета денег, которые направляются на приобретение жилья в городе Сочи. Мы ликвидируем очередь, но у нас ежегодно новое поступление. Мало того, что те дети, которые выявлены на нашей территории, по закону, любой ребенок-сирота, который приехал в наш город, такое право, в принципе. Ну, приехал, я имею в виду, конечно, проживает здесь и, в общем-то, прописан здесь. Он имеет право на это. Поэтому, конечно, детей приезжает достаточно много. У нас есть еще проблемы, которые мы тоже стараемся решить. Это дети, которые здесь были выявлены, но не прописаны, не имеют никакого места проживания. У нас есть специальная комиссия, во-первых, которая признает факт невозможности проживания ребенка и постановки, и разрешает поставить тогда на учет. Сама постановка на учет рассматривается в министерстве, дети ставятся на учет. И вторая проблема – это вот проблема устроить детей, которые приезжают в город, и их не одержить. Сегодня эта проблема решается. Город будет снимать жилье для таких детей, койко-место, и они будут временно тут находиться до тех пор, пока мы не сможем решить проблему их обеспечения жильем. Итак, сколько сегодня в случае детей-сирот, сколько растет в семьях опекунов и попечителей, сколько малышей воспитывается в детском доме? У нас более 600 детей стоит сейчас на учете. Это дети из опекаемых семей, и это опекаемые дети, и дети из приемных семей. На самом деле растет количество желающих принять в семью. У нас в этом году 98 человек закончило школу приемных родителей и готовы хоть сегодня принять детей. И в то же время увеличивается число брошенных детей, уменьшается, вернее, число брошенных детей. Вот, например, в этом году у нас в роддоме оставлено 20 человек. И сейчас у нас фактически один ребенок не устроен в семью. На самом деле очередь в этом году даже не двигается. Это удивительно для нас. То есть можно сказать, что добились хорошего показателя. Очередь на усыновление есть, то есть есть желающие приютить чужого ребенка, а брошенных детей все меньше и меньше. На самом деле вопрос жизнеустройства детей всегда стоял и стоит острый. У нас сейчас стоит острый вопрос жизнеустройства детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что у нас есть случаи, вот 11 детей таких, такой категории, устроены в семье, все-таки этот процесс не идет. Несмотря на то, что у нас в этом году увеличилось вознаграждение родителям, которые берут детей таких в семью на 60% в месяц, такой родитель получает 14 тысяч только вознаграждение. Плюс еще на содержание ребенка более 10 тысяч. И при этом все равно это достаточно сложно. Понятно, что это очень большая ответственность, это особый уход за ребенком. И естественно, этому ребенку надо посвятить все. У нас есть такая категория детей, которая в принципе поддается лечению. И с ними достаточно тоже сложно. Но есть люди, которым вот честь и хвала, и поклон. Это люди даже, которые берут детей с диагнозом СПИД, чего раньше не было. И вот в этом году у нас таких 4 ребенка ушло в семью. Что касается усыновлений, в этом году у нас меньше усыновлений, чем в прошлом. Было 19 усыновленных, в этом году 17. Но есть другая цифра, которую я тоже хотела бы озвучить. В наш город сейчас приезжает достаточно много людей. Вот в этом году в город приехало 54 ребенка, которые живут и растут в приемных семьях. И вот сейчас у нас на учете в управлении 73 семьи, которых мы считаем приемными семьями. То есть родители, которые договор с нами заключают, получают вознаграждение за это. Ну вот вы сказали очень важную вещь, что в этом году намного меньше брошенных, оставленных детей. Но все же те, кто оставляет. Вот кто эти люди? Это неблагополучные семьи. Бывают разные случаи, знаете, вот трудно осудить. Я всегда говорю, что ну оставила в роддоме, это лучше, чем если бы она выбросила на улицу и так далее. Всякие бывают ситуации. Бывает женщину, ну обманул мужчина, скажем так, оставил ее одну. Она понимает, что работать она не сможет. И почему уменьшилось количество людей, которые оставляют? Все-таки у нас сейчас есть такая услуга, она уже не первый год в нашем городе, да и вообще в Краснодарском крае и в стране. Мы предлагаем таким женщинам временно поместить ребенка в дом ребенка. Временно. То есть она помещает на полгода, за это время она ищет жилье. Или, если это приезжие, они как-то определяются с тем, что возвращаются в семьи. И есть женщины, которые родили ребенка далеко от своей семьи, признаться в том, что этот ребенок, их, они стесняются. И проходит какое-то время, или все-таки семья принимает этого ребенка, или уже тогда остается. То есть в основном это женщины, попавшие в безвыходное положение. То есть не всегда причина ребенок инвалид. Чтобы вот так подытожить, можно сказать, что в этом году брошенных детей меньше, чем в 15-м. Да, в этом году меньше. И вы знаете, у нас же еще есть какая проблема. Мы ежегодно выявляем более 100 детей. В этом году выявили тоже 107 детей. Из них 97 ушло в семьи. Но я на что хочу обратить внимание, мне кажется, я каждый год об этом говорю, что из вот этого количества выявленных семей 80 с лишним процентов это дети социальные сироты. При живых родителях, оставшиеся сиротами. Вот, к сожалению, вот эта проблема существует. Это дети, где родители наркоманы. И мы вынуждены выходить с лишением родительских прав таких детей. Правда, мы стараемся все сделать для того, чтобы не лишать. Есть разные формы, ограничения и так далее. Но, к сожалению, вот это такие дети. Но какая самая распространенная форма устройства в нашем городе? У нас в городе опека, хотя по сравнению с цифрами в крае, у нас всегда цифры усыновления неплохие. И мы всегда где-то так в лидерах находимся. Но опека это самое распространенное. Потому что это в основном родственники, которые берут детей в семьи. Бабушки, которые не хотят оставить ребенка. И вот родственная форма жизнеустройства, это в основном опека. Ну вот вы уже упомянули школу опекунов. Как она работала в этом году? Ну и удается ли специалистам достигать положительных результатов? Стабилизировать ситуации в семьях? Или в чем еще их основная задача? На самом деле, конечно, само решение принять ребенка в семье очень сложное. И когда в школе приемных родителей работают психологи и юристы, которые готовят людей, они, конечно, об этом все время говорят. Но я хочу сказать, вот я недавно, мне редко удается попасть на занятия в школу приемных родителей или на беседу. Но вот в этот раз я школу приемных родителей курс заканчивала, и я была там. Вы знаете, на меня все люди, которые сидели в этой группе, произвели просто прекрасное впечатление. Во-первых, я была рада, что они очень жизнерадостные. Во-вторых, я была рада тому, что они правильно воспринимают свою миссию. Они не считают, что они делают одолжение ребенку, мы об этом говорили с ними. А как раз все больше звучит мнение о том, что это их осчастливит ребенок. То есть они внутренне готовы к тому, что ребенок может их даже не принять какое-то время. Внутренне готовы к тому, что им придется бороться за то, чтобы этот ребенок их полюбил. Не с ребенком бороться ни в коем случае, а за то, чтобы он их полюбил. И вот этот прогресс, он очень приятен. И плюс ко всему хочу добавить, что уже отношение к детям-инвалидам несколько другое. Конечно, боятся люди особенно брать инвалидов по ДЦП, когда там действительно нужны огромные затраты, нужна огромная сила воли для того, чтобы таким детям помочь бояться. Но в основном уже об инвалидности не говорят с таким страхом. Уже готовы принять в семью инвалидов тоже. Это очень приятно. Здорово, что все больше людей считают, что чужих детей не бывает. Не бывает, да. И готовы. Кстати, еще хочу сказать, что каждый из них готов стать волонтером. И в доме ребенка. И вот мы все время им говорим о семьях. Сейчас у нас есть задумка. Мы, возможно, сделаем такой союз, клуб, что ли, таких людей, которые готовы не только принимать в семьи детей навсегда, но, может быть, оказывать какую-то помощь отдельным семьям. А меры государственной поддержки, вот что они гарантируют усыновителям? Усыновителям через три года. Усыновитель – это человек, который полностью берет ответственность за ребенка на себя. Он дает фамилию этому ребенку, этот ребенок становится его родным ребенком. Но в Краснодарском крае есть мера поддержки таким семьям. Через три года после усыновления, то есть когда заканчивается наш контроль за усыновителем, он через три года заканчивается, мы выезжаем в семью до трех лет, государство предусматривает 300 тысяч рублей, которые выплачиваются этой семье. Потратить можно на все, что захотят. Ну, на учебу, на лечение, на отдых и так далее. То есть это как бы мера поддержки существует. Что касается опекунских и приемных семей, это поддержка, ну вот опекаемых детей мы поддерживаем суммой от 9 до 11 тысяч в зависимости от возраста ежемесячно. А если это приемная семья, то дети получают вот эту сумму, о которой я говорила, и плюс родители получают вознаграждение как заработную плату. До 14 тысяч, если у ребенка есть инвалидность, а вообще вот от 10 до 14 тысяч в зависимости от возраста и болезни. Все ясно. Анна Григорьевна, вы неоднократно говорили о том, что делаете все, чтобы сохранить семью. И все же часто приходится забирать детей из семьи и лишать мамы-папа родительских прав. Это намного меньше, чем раньше. Ну, я думаю, это потому еще, что у нас достаточно слаженно работают субъекты профилактики. То есть вот нет сейчас такого мнения, как раньше. Вот, не справляется, в холодильнике нет еды, давайте заберем ребенка. Такого мнения уже нет. И это очень приятно, потому что мы все стараемся разговаривать с этими родителями. Комиссия по делам несовершеннолетних вызывает их на свои заседания. Какие-то штрафные санкции. То есть все, что возможно для того, чтобы сохранить семью, делается. Есть, конечно, трудности. У нас нет специальных организаций, которые могут работать с семьями, знаете, профессионально. Но, к сожалению, их нет. И, к сожалению, вы понимаете, что очень трудно человеку признать, что он что-то там делает не так. И трудно работать. И почему я и говорю, что несовершеннолетние, которые остаются без попечения родителей, несовершеннолетние, имеющие своих родителей. Понимаете, эти родители не исполняют свои функции. Очень мало. У нас нет уже такого числа. В основном вот у нас более 50 человек лишены родительских прав. Ну, скажем, третья часть из них – это лишение мамами, отцов, отцами, матерей. То есть идут уже внутрисемейные конфликты. И много таких сочинских ребят, которые живут в неблагополучных семьях. Я имею в виду, когда родители злоупотребляют алкоголем. Ну, вы знаете, и в городе, и в крае делается довольно много для того, чтобы с этими семьями работать. Вот сейчас у нас создается управление, которое будет, не могу вам точного названия сказать, но это будет управление, которое будет заниматься профилактикой такого положения и в семье в том числе. То есть это будет управление, которое будет организовать работу с алкоголиками, с наркоманами. Понимаете, в чем проблема? Ведь и наркоман, и алкоголик, он любит своего ребенка, любит. Но уйти из вот этой вот болезненной ситуации, ему трудно. И семье достаточно сложно помочь ему, потому что, ну, человеку признать, он зависим. Это болезнь на самом деле. И вот если у нас получится организовать такую работу по профилактике такого положения и в городе, и в семье просто у нас такой великолепный город, ну, вот очень хочется, чтобы здесь были счастливые, благополучные люди. Поэтому, наверное, направлено вот это все на... То есть есть такие семьи, но с ними нужно работать? Да. Сейчас, знаете, к работе с этими семьями привлекаются и ТОСы. И это тоже хорошо, это тоже работа не одного дня. И уже вот в течение нескольких лет эту работу налаживали, и сейчас уже ТОСы тоже заинтересованы. Они тоже несут некую ответственность, потому что они входят в советы профилактики. И в сельских районах это существует. Поэтому очень надеемся, что таких семей будет меньше. Как вы сказали, работа ведется, совершенствуется и система профилактики, вот работать с такими семьями, находящимися в социально опасном положении. Но все же, что именно? Подробнее расскажите, как вы с ними взаимодействуете. С семьями взаимодействовать достаточно сложно. Вот с детьми мы стараемся. Детей в первую очередь стараемся занять всеми видами деятельности. Ну, вот, например, у нас большое внимание комиссиям по делам несовершеннолетним уделяется трудоустройству таких детей. То есть эти дети в каникулы не бродят сами по себе. Но вот сегодня большое внимание в крае во всем уделяется тому, чтобы мы с этими семьями работали хотя бы по безопасности. Вот сейчас новогодние праздники. Мы понимаем, что всякое бывает. И чтобы избежать каких-то неприятных последствий, мы все вместе, все субъекты профилактики объезжаем неблагополучные семьи, проговариваем с ними, даем им обознакомиться с правилами пожарной безопасности, с правилами ведения, ну, или хотя бы воспитания своих детей. То есть все, что возможно в этом смысле делать в части профилактической беседы и так далее, мы делаем. Конечно, заставить эту семью сделать что-либо по профилактике очень трудно. Что касается трудных подростков здесь, насколько я знаю, акцент делается не только на вовлечении их, к примеру, в спортивные секции, но и на трудоустройство. Вы знаете, что управление наше занимается, курирует вопрос летнего отдыха и вообще вопрос организации досуга детей. Вот в этом году, например, по путевкам бесплатным отдохнуло 870 человек в прошлые годы, это было 3 и более тысяч. Но зато в этом году абсолютно все дети до единого человека были заняты какими-то формами отдыха. Это и летние лагеря, это и дворовые площадки. Мы все вместе с субъектами профилактики, управление образованием, управление молодежной политикой, управление культурой, все свои силы кинули на то, чтобы летний отдых и во время летнего отдыха дети были заняты с утра до вечера. У нас вечерние площадки работали, на них работали учителя, безвозмездные, естественно, волонтеры. Мы их благодарили, конечно, за это, но вы понимаете, что это очень серьезный труд и очень серьезное подспорье для детей, для того, чтобы все-таки их удержать от каких-то неблаговидных поступков. Я думаю, что все вот эти меры в совокупности, они, конечно, дают результат. Но главное, чтобы они были на постоянной основе. Конечно, это постоянно у нас обязательно. У нас комиссия по летнему отдыху и по организации каникул вообще, она работает постоянно. У нас возглавляют комиссию Ирина Васильевна Романец. Участниками комиссии являются все субъекты профилактики и плюс еще все учреждения, которые организуют летний отдых. То есть мы мало того, что организуем сами летний отдых, мы еще смотрим, как организован он для других детей из других городов. То есть мы проверяем санаторно-курортные учреждения, все комиссионные и выносим все вопросы, которые являются проблемами на обсуждение этой комиссии. Но ваша работа подразумевает не только контроль над соблюдением законных прав и интересов несовершеннолетних. Управление по вопросам семьи и детства занимается и вопросом отдыха, и еще и оздоровления ребят. Кстати, заявки на получение путевок в летние лагеря можно подавать уже в феврале. Скажите, не уменьшилось ли количество таких путевок? Год все же непростой с экономической точки зрения. Бесплатные путевки получат меньше детей, конечно. Я не могу планировать на будущее, но в этом году меньшее количество детей получило бесплатные путевки. Но это только у нас. Есть еще путевки для детей, которые в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, многодетные, которые выдаются в социальной защите населения. То есть путевок все равно достаточно много. Но есть другая форма, о которой мы все время говорим. Родители могут приобретать путевки и получать у нас компенсацию. Вот в этом году более 180 человек получило компенсацию. То есть привезли все документы о том, что они организовали отдых для детей и получили компенсацию по средней стоимости путевки в Краснодарском крае. И это тоже достаточно большое подспорье. Я хочу сказать, что у нас сложно работать с предприятиями, которые раньше организовывали для своих сотрудников отдых для детей. Сейчас этого, к сожалению, нет. Но я очень надеюсь, что они услышат и начнут покупать по путевке для своих детей. И мы тоже можем компенсировать какую-то часть их расходов. Я призываю их просто, особенно крупные предприятия, которых у нас немного, но они есть, приходить к нам. Мы с удовольствием будем помогать. А вот интересно, как вы поступаете в конкретных ситуациях. К примеру, сейчас в детской городской больнице лежит брошенная полуторагодовалая девочка. У нее 9 патологий, в том числе и порог сердца. Она нуждается в нескольких операциях. Но помощь девочке откладывается в связи с тем, что опекун не определен, судьба матери неизвестна. Как быть в такой ситуации, когда речь идет о здоровье ребенка? Как решаете такие проблемы? Да, этот случай единичный, конечно. У ребенка нет нескольких органов. Там действительно требуются. Мы предполагаем, что требуется операция. Но здесь какая ситуация? Во-первых, ребенок, конечно, оставлен своими родителями. Но он ровно так же, как и все дети, мало того, что выявлен. Он находится в банке данных. Все о нем знают. Какая происходит ситуация, если родитель оставил ребенка и нет опекуна? Мы делаем запрос на получение путевки в здравоохранение, в министерство, на получение путевки в дом ребенка. И путевка получается нами практически всегда, если только нет запретов каких-то. Ну, например, этого ребенка транспортировать в дом ребенка, это все равно, что убить его. Понимаете? Этот ребенок сегодня, во-первых, живет он уже более 7 месяцев в нашей больнице. Переправлен он в нашу больницу. Ну, вот с из-за тем, что, как нам пояснили, там действительно хорошее оборудование. У нас прекрасные врачи на самом деле. Ребенок абсолютно ухоженный. Если увидите его внешне, ребенок абсолютно ухоженный. Делать те операции, о которых мы сегодня говорим, достаточно сложно. Нет заключения медицинского, которое позволило бы сделать эти операции. Не потому, что нет возможностей, или не потому, что его не перевезут, если нет опекуна. Эти вопросы решаются. Просто на сегодняшний момент это нельзя сделать. Вот сегодня буквально этот ребенок отправляется в Краснодар. Там будет сделан еще один анализ. И после этого министерство уже, мы на связи с Министерством здравоохранения Краснодарского края, и с Российской Федерацией, и Министерство социального развития, наше и труда, они все время на связи по этому ребенку. Сейчас по итогам обследования, вот там три дня будет обследование проводить, мы будем понимать, что этому ребенку можно сделать. И только тогда будет определяться. Что касается, я тоже читала в блоге, я очень рада, что у нас люди так реагируют. Даже есть люди, которые готовы взять этого ребенка, но вы поймите, мы не можем отдать. Этому ребенку требуется специальная аппаратура. Мы сейчас отдадим ребенка в семье, он умрет там. Поэтому все, что можно для того, чтобы этот ребенок жил, делается. То есть никакие вот эти бюрократические вопросы, бумажные волокиты, не являются преградой для оказания помощи? Нет, это я абсолютно гарантированно заявляю. Я понимаю, что у людей вот такой вот лежит брошенный ребенок, но есть моменты, когда невозможно ничего сделать, пока что, во всяком случае. Что касается помощи детям, в Край существует прекрасный фонд, в котором можно открыть счет на конкретного этого ребенка. Если есть желание помочь такому ребенку, и если, например, сегодня мы получим или завтра, мы получим заключение, что его можно отдать какому-то человеку под опеку, безусловно, он туда поедет. Что касается перевозки на операцию, если понадобится операция, поедет специалист, специально сопровождающий, и здравый, и так далее, в специализированном транспорте, и перевезет к тому месту, где будет согласиться. Потому что здрав ни одной минуты не сидел просто без действия. Они направляли письма и в Питер, насколько я знаю, и в Москву. Но пока тех, кто по результатам того, что обследование берется за операцию, таковых нет. Главное, что все под контролем. Все под контролем, даже тут говорить нечего. Да, ребенок очень сложный. Будем надеяться, что все будет у этой девочки хорошо, как и, в принципе, у всех детей-сиротов. Будем очень надеяться. В управлении сегодня работает 27 человек. При этом у нас обращение граждан в год более 8 тысяч. Это вот на этот период времени. Участие в судах. Более тысячи судов мы прошли. У нас мы участвовали более чем в тысячи судах по определению места жительства, по определению порядка общения. Мы на акты обследования выехали более двух тысяч раз. То есть на самом деле объем работы достаточно большой. Довольно много работы делается. И защита прав и интересов несовершеннолетних, она, конечно, в первую очередь связана с сиротами. Но, Григорий, наверняка часто приходится общаться с разными родителями. Возможно, вот что-то хотели бы вы им сказать. Что в первую очередь хотела бы пожелать? Хочу, чтобы каждый родитель действительно любил своего ребенка, понимал ответственность за своего ребенка, потому что мы часто в суете и в беге, который, к сожалению, объясняется разными правильными причинами, забываем о том, что у нас есть дети, и не оказываем должного внимания. Потом, конечно, возникают различные проблемы. Очень хочу, чтобы каждый, мама и папа, слышали друг друга. Потому что, к сожалению, приходится очень часто сталкиваться с тем, что в борьбе друг с другом родители заставляют страдать своих детей. Поэтому я пожелаю всем любви, здоровья, счастья на многие-многие годы. И чтобы не было никаких проблем, которые привели бы человека к нам. Пусть так и будет. Да. А если подводить итоги работы этого года, вот можно сказать, что в чем-то вы усовершенствовали свою работу, в чем-то там специалисты подтянулись? Я хочу сказать о своем управлении, что на самом деле дорожу каждым специалистам, потому что это уже профессионалы, которых на самом деле очень сложно найти. И я могу констатировать это не потому, что я такой факт, такой итог подвожу. Я могу сказать, что очень ценят и в Краснодарском крае наших специалистов. Когда у нас проходил форум приемных родителей, мои специалисты в качестве юрисконсулов выступали и консультировали родителей со всей страны нашей. Поэтому я могу гордиться своими коллегами. И я думаю, что каждый из них профессионал в высоком смысле этого слова и совершенствуется. Да, много очень работы, но стараются очень. Поэтому и моим коллегам хочу всем, всей администрации пожелать терпения, здоровья, чтобы у всех все получалось. И вам, Нонна Григорьевна, спасибо большое за беседу, успехов в вашей сложной и такой ответственной работе. Спасибо огромное. Напомню, гостем нашей студии была начальник управления по вопросам семьи и детства администрации города Сочи Нона Кардава. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. До свидания. До свидания. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи, под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова